Друзья, добрый день. Еще раз я представляю концернного с Нарвиатом. Собственно, я чуть-чуть не про природные единицы расскажу, а про другой вид. Другой инструмент экологии, соответственно, сертификат. Еще чуть-чуть напомню вам, сделаю такую презентацию, постараюсь не утомить вас точно. Значит, вы можете сказать достаточно интересные вещи. Следующий слайд, первый слайд поставьте, пожалуйста. Все двигается. Так, следующий слайд. Возьмите слайд. Да, на самом деле, что это не моя презентация, не совсем. Ну ладно. Ладно, не важно. Я чуть-чуть скажу вам о том, что такое концерн Росумпиадов. На самом деле, это достаточно крупная генерующая компания. У нас эксплуатируем 11 атомных станций в стране. Ну и, соответственно, занимаем первое место в России по установлению мощности. Среди генерующих компаний по выручке, ну и по выручке. На цифру не буду останавливаться, он в масштаб, что называется. Ну, примерно в нашей выручке 600 миллиардов. Вот мы вырабатываем рубля электроэнергии и генерим порядка 220 миллиардов, соответственно, киловатт-часов. Про устойчивый развитие. Мы такой слайд показали. Понятно, что ИСЖ – наше всё. Собственно, и компания ориентирована на достижение тех критериев, которые ИСЖ перед нами ставит. Ну, вот просто напомню, что вообще атомные станции – это вторые лёгкие планеты. Мы специально показали на этом слайде, значит, какой объём компенсируется, значит, выработка атомной генерации вообще в мире. Ну, порядка двух миллиардов тонн ежегодно. Ну, и скажу о том, что, собственно, сама корпорация, она является членом глобального договора ООН, значит, высоты, с которым мы обязаны и обязались на ежегодной основе, на регулярной, значит, публиковать свои отчёты по устойчивому развитию. У нас реализована вообще компания, реализована целую линейку зелёных продуктов, как мы это называем, начиная от строительства, собственно, атомной генерации и электрогенерации в стране и в мире, ну, и заканчивая, значит, абсолютно большую линейку зелёных продуктов, о которых я скажу чуть позже. Слайд, собственно, такой короткий комментарий. Понятно, что, значит, цель форума и цель, собственно, участия атомной энергетики, оно в том, что, реализуя, вот здесь показано, самый амбициозный сценарий, который есть на сегодня, к 30-му году, минус 26% парниковых газов, собственно, невозможно выполнить без атомной энергетики. Абсолютно. Вы знаете, что на прошедшем, наверное, в прошлом году форуме в Дубае, да, было признано, что для того, чтобы вообще реализовать этот амбициозный сценарий, необходимо в три раза увеличить долю выработки атомной станции в 50-му году в мире, соответственно. Основные наши четыре преимущества, значит, как генерирующие источники низкого углеродного энергетика, это, конечно, частота, эффективность, безопасность, доступная цена. Ну, соответственно, сказать, атомная генерация не зависит от волатильности цен на электроэнергию, на энергоресурсы, ну, и, собственно, не коррелируется с курсовой, связан с курсовыми колебаниями. Ну, 21-й год мы здесь показали, интересно, мы уже, сказать, входили в зеленую таксономию России и Китая, соответственно, были в Крымщине в 22-м, значит, таксономию ЕС, все, что касается атомной генерации. Ну, и в 23-м году, знаете, 489-й федеральный закон был принят, которым, значит, атомная энергетика в России была признана низкого углеродной. Ну, опять же, мы такой пример показали, он достаточно, сказать, может быть, известный, но не показать его просто было невозможно, что, собственно, 110 миллионов тонн в год выбросов СО2, мы предотвращаем именно в России атомные станции, примерно, это эквивалент 22 миллионов выбросов СО2, значит, 22 миллионов автомобилей, 45% автопарка. Он представится как масштаб, возможности и существующей реализации выработки зеленых, мы считаем, экологичными, соответственно, законами интернергии на атомной генерации. Ну, и, собственно, значит, на всем жизненном цикле видно, что атом по выбросу парниковых газов, ну, занимает, наверное, второе место после ветра, немного уступает метрогенерации. Наверное, этот слайд мы пропустим, единственное, чтобы вас не погружать в экономику, в расчеты, я просто хочу сказать, что, смотрите, у нас в структуре затрат капитальных 78% вообще в структуре, в стоимости, вернее, значит, занимает 70-80% капитальные затраты. Что здесь важно, почему этот слайд, значит, я оставил, сказать о том, что у нас, по сути, оборудование, то, которое используется в строительстве атомной станции, 98-99% локализовано. Ну, то есть, понятно, что, собственно, отечественные разработки энергомаштроения, атомного воштроения, 99%, собственно, достаточно, это очень важно. Следующий слайд. Про эффективность скажу немножко, на самом деле, вот, смотрите, интересные факты тоже показали, что такое атомная энергетика вообще, ну, в стране и в мире, соответственно, 150 раз компактнее солнечных станций, понятно, несравнимо, значит, ну, и в тысячу раз компактнее, по площади занимает, чем ветрогенерация. Ну, понятно, я об этом уже говорил, что мы независимы от природных условий, от погодных условий. Значит, у нас значительный объем выработки, именно 20% рынка, например, занимает, чуть позже об этом скажу, ну, и базовый уровень несения нагрузки мы покрываем, что очень важно, в отличие от других источников энергии. Ну, и, посмотрите, кьюм, 8-6% кьюм, ну, вот, ну, для сравнения, вот, например, солнечные станции, 4% кьюм, ну, наверное, ниже, чем в паровозе, скажем, без обиды, будет сказано, солнечный, кьюм, значит, 8-6% максимальный кьюм, это, на самом деле, атомная генерация. Ну, и, собственно, топливная эффективность, как она называется, действительно, да, что такое, значит, выделение килограммов рамок, а в сравнении со 100 тоннами качества угля одинаково. Безопасность, критерия, о котором я уже говорил, ну, здесь вот такой интересный пример, привели специально показать, что действительно, это экология и безопасность для атомной генерации, это, там, не пустой звук, вот, пример, значит, употребление одного банана, это примерно, значит, ну, банан известный, значит, содержит природный изотоп калий, ну, это где-то 0,1 микросиверт, 0,1, ну, как бы, ну, сказать, что это значит, это в зоне нахождения, соответственно, атомной станции, я специально здесь пометил, что в самолете мы, когда летим, 2 микросиверта в час, в самолете, соответственно, вот, если МКТ зубов делаем, опять же, такой интересный пример, это примерно 45 микросивертов составляет, вот, а нахождение в зоне атомной станции 0,1 целая. Ну, чтобы вы понимали, что такое микросиверта, где-то доза 3-5, это уже опасно для человека, а 10 микросивертов, это уже, так сказать, зилитов, или не микросивертов, являются уже смертельными, вот, то есть, вот такая, так сказать, экологическая, так сказать, и, значит, собственно, и безопасная составляющая атомной генерации. Следующий слайд, вот, собственно, мы здесь, говорим, показали вам, что в мире вообще среди всех источников низкогублеводной генерации, вот, в мире атомное занимает 4%, в России где-то это 20, о чем я идет, примерно, скажем, среди всех остальных источников, ну, и 26, это в Европе. Наш план к 45-му году, собственно, по поручению президента, соответственно, 25% рынка мы планируем, вот, и для того, чтобы сделать вклад в реализацию, значит, стратегии развития, в части, вот, именно снижения, что есть на стане, например, выбросов, значит, парников газов, ну, к 30-му году 44 блока нам уже построить, собственно, в плане это есть, ну, а если по 50-й вот замахиваться, то это где-то 67, для того, чтобы, сказать, реализовать такой амбицированный план. Следующий слайд у нас. Так, ну, законодательная тема понятна, 489 ФЗ вышел, наверное, в прошлом году, в августе месяце, ну, самое важное, что определенный закон для нас, как для атомной генерации, вот, что мы были признаны низкоуглеродным генерическим объектом, это раз, понятие, вот, было введено сертификат происхождения электрической энергии, и были описаны правила функционирования рынка низкоуглеродных инструментов, ну, можно сказать прямо, что с 1 февраля вот этого года у нас в стране открылся новый рынок, именно вот, зеленый сертификат, как мы его называем, который на сегодня, ну, только в таком, может быть, самом еще подростковом зачастом состоянии, но, тем не менее, мы движемся в это направление, мы сертифицировали свою, в Центре энергии сертификации, свою ленинградскую атомную станцию, и, собственно, продолжаем это делать по остальным станциям. Собственно, вот, то, о чем я говорил, атрибут низкоуглеродной энергии, да, дает следующие возможности для покупателей, конечно, подтверждать происхождение, вот, о чем вы на слайде показали, ну, и танцевировать эти преимущества. Метод реализации, собственно, два. Мы можем заключать свободный бустовый договор, ну, либо, значит, способом покупки, погашения сертификатов. Ну, а вот наш логотип, который был разработан буквально в прошлом году, мы его зарегистрировали чисто энергию с атомами. Ну, еще раз повторюсь, да, доступность, большой объем, подтверждение возможностей природы происхождения, значит, атомной энергии, ну, и, понятно, что позитивное информационное поле. На этом слайде, наверное, особо не буду останавливаться, здесь, собственно, все то же самое, что хотел сказать. Ну, наверное, единственное, что у нас, как-то сейчас даже решается такая задача, каким образом измерять, все-таки, зеленые составляющие тех или иных продуктов. Вот следующий слайд. Мы являемся также, знаете, ну, из компаний, которые строят зарядные электрические станции, вот, значит, вот, знак этой чистой энергии и подтверждение использования нескобилированной электроэнергии. Мы считаем, что, как бы сказать, такая достаточно важная, интересная история, да, которая может поговорить о том, что именно атомная энергия использована, значит, в производстве, ну, каких-либо продуктов, маркировки соответствующей для этого. В общественном электротранспорте, ну, то есть, знаете, электробусы. У нас есть ряд проектов, которые связаны с изъявлением офисов, ну, опять же, например, потребителей, бизнес-центров и так далее. Вот, то есть, механизм это существует, я вот про него сказал на предыдущем слайде, это достаточно интересная тема, это действительно прямые договора, которые мы заключаем с любым потребителем, ну, или, как я и говорил, выпуска выражения зеленых сертификатов. Как пример показали, кто с нами работает, у нас действительно, скажем, в прошлом году мы реализовали такого зеленого электротранспорта, ну, если в рублях мы посчитаем, порядка 15 миллиардов рублей. У нас основные партнеры были в Алибске металлургистами над ЕвроАЗ, ну, и так далее, здесь показали. Есть крупные, маленькие поместа, я показываю, там достаточно много. Ну, хочу сказать, что, собственно сказать, тема такая движется, очень позитивная, вот, и, кстати, наши клиенты, все это зеленые повестки, и, собственно, то, что они гордятся и публикуют в годовой отчетности, что они потребляют экологически чистую электронную атомную станцию, и обязательно дали публикацию в годовом отчете для акционеров, для общественного восприятия, конечно же, важна. Ну, наверное, все. Забудься об экологии, есть чистая энергия, высадка. Спасибо. Спасибо большое. Если позволите вопрос, а с точки зрения международного признания этих сертификатов, какая сейчас работа ведется? Есть ли какая-то поддержка со стороны МГАТЭ? Олег, ты сможешь, как сказать, ну, как бы, знай, но это будет более правильно, чем я по международному составляющему скажу, а то я сейчас что-нибудь плохое скажу, или исполнишься на это? Представьтесь, пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Ничего. Ничего. А, просто за работу. Спасибо. Значит, Паркинолев представляю Совет рынка рынка энергии и Центр Анастасия Кликацкая, который как раз обслуживает этот рынок, о котором коллеги упоминают атрибутов и сертификатов происхождения. И, действительно, международное признание – это один из важных вопросов. Кратко, да, для нас сейчас мы видим основное направление – это крупнейшие, странно крупнейшие торговые партнеры, начиная с Китая. В Китае мы ведем уже неоднократно переговоры, обмен между на уровне и регуляторов Минэнергии и на уровне бизнеса буквально через неделю планируем провести круглый стол на их площадке по сертификации. В перспективе мы видим, ну, есть даже более близкий круг – это страны СНГ, с которыми мы тоже активно взаимодействуем, чтобы обменяться опытом, как бы, да, и опыт наш передать. И, ну, в перспективе видим, наверное, страны БРИКС как наиболее такой, как бы, необходимый, важный, наверное, круг контрагентов. Ну, мир в целом, условно, по этому я, то есть эта работа ведется. Благодаря ковидам, вот как раз уже нет у нас никакого-то формального в мире механизма признания в практике. И чем больше будет реальных сделок, реальных подтверждений в России, в том числе начиная с России, да, тем легче будет это мировое признание получить. Спасибо за внимание. Спасибо большое.